Особое мнение на 101FM Честно говоря, утренние новости не вдохновляют, а может и вдохновляют. Ключевая ставка до 20% повышена. В отделениях банков я смотрю, там звонки, звонки, звонки постоянно. Не знаю, Турсектор выживет. Доллар 110. Доллар 110, а где-то я вижу в банках, в интернет-банках вообще 130 и больше. Ну, в общем, вообще не очень понятно. Это вот ситуация такая паническая немножко. Нормализуется она или нет? И в какое время и до каких значений? Понятно, от чего это зависит. От переговоров, наверное, в первую очередь. Ну, я думаю, что в значительной степени это зависит от того, как все закончится и к чему, точнее, все придет в итоге. Потому что в моменте, ну, давайте прямо скажем, в моменте все плохо. И в первую очередь плохо то, что нет, опять же, определенности. Нет понимания того, как ситуация будет развиваться. Каждый час, если не каждые полчаса, происходят определенные изменения. Нас с вами там шокировал в пятницу курс доллара. Сегодня мы уже и не особо шокируемся. Кто бы мог подумать, что... Потому что все воскресенье видели на Тинькове 153 рубля. Кто следит? Кто мог подумать, что сегодня у нас ставка Центробанка 20% будет принята. Мы же с вами понимаем реально, что это ставка запретительная с точки зрения экономической активности, в принципе, потому что... От этого стоимость кредитов зависит, давайте вот людям скажем, да? От этого зависит стоимость денег, так скажем, да? То есть и кредитов, и депозитов, и всего, да? Но при этом мы понимаем, что кредиты сейчас будут за 30% и, собственно говоря, там это... Стоп-ставка, я ее так называю, да? Потому что никто кредитоваться не будет. Она введена, понятно, что только для того, чтобы остановить снятие наличных, там переход. То же самое, что предпринимается на фондовом рынке, запрет на продажу... Ну, на торги вообще и на продажу нерезидентами ценных бумаг. Поэтому сейчас все очень непонятно, очень нестабильно, очень непредсказуемо. Мы не понимаем, куда все будет идти. Что? Завтра доллар 200 будет? Что? Ставка 40 будет? Ну, что будет завтра? Или мы сегодня сядем там за стол переговоров, договоримся и что? Санкции снимут, не снимут? Ну, как бы вот хуже всего вот эта непредсказуемость, потому что непонятно, что делать. Мы мониторили ситуацию с предприятиями. Не сказать, что пока вот, ну, прям катастрофичные последствия, да? Пока непонятно. Пока непонятно, например, что будет с экспортными поставками. Небо закрыто, санкции введены, там, но экспорт вроде как не остановлен, да? Но при этом по ряду банков санкции жесткие, по ряду менее. А что будет с экспортными, ну, с оплатой экспортных контрактов? Что будет с уже поставленной продукцией? А что будет с продукцией, которую мы хотим купить, да? Это мы на таком макроуровне разбираемся. А что будет, например, с рынком автомобилей, да? То есть у нас сейчас есть люди, которые ждут заказанные свои машины. Ну, со всеми рынками. Мы с вами понимаем, что со всеми рынками что будет, да? Потому что начинает... Ну, вот у нас сегодня был, сейчас разговаривали, небольшой магазин одежды там с одеждой из Европы, да? И, собственно говоря, вот весь бизнес, небольшой магазин, да? Они возили оттуда партии, да? Да, да, они привозили одежду из Европы, продавали. То есть что делать сейчас? Как деньги перевезти? Там вроде и не отказываются отправить одежду, только непонятно, чем отправлять, и как туда деньги, да? И заканчивая, ну, громадными там вопросами по тем же там курсчетам, свифту и всему остальному. Поэтому сейчас самое сложное – это неопределенность, непонимание. По целому ряду товаров, там я с коллегами общался, остановлены поставки, потому что, ну, волатильность курса такая, что непонятно, по какой цене импортный товар продавать. Ты его сейчас продашь по 100 рублей за доллар, а тебе завтра по 150 его покупать придется, да? То есть это самая большая беда для бизнеса всегда – непредсказуемость. Мы ждем все того, что все-таки там ситуация каким-либо образом регулируется, и мы ждем, конечно же, ну, определенных, там, комментариев, позиций относительно бизнеса от наших властей. Пока не очень понятно вообще, а вот эта вот история с санкциями, каким-то образом она будет отыгрываться на нашем местном уровне, я имею в виду в плане поддержки бизнеса? Будут ли какие-то программы пересматриваться, еще что-то, не знаю, дополнительное? Ну, собственно говоря, этого и ждем, потому что здесь мы тоже с вами должны понимать, мы уже не первый кризис проживаем, да и волну санкций не первую, да? Но, по-моему, такого еще не было. Ох, Анна, знаете, я каждый раз думаю, мы каждый раз говорим, такого еще не было, и каждый раз идем дальше. Нет, я на самом деле, конечно, оцениваю это как самую жесткую там санкционную историю за все время, да? Хотя это странно, когда мы начинаем измерять там санкции. Здесь дело в чем? Дело в том, что кто-то выиграет, кто-то проиграет. Это объективная ситуация. Нет, мы имеем в виду на российском рынке кто-то выиграет из российского бизнеса. Мы сейчас с вами говорим про российский бизнес. Кто может выиграть? Мне пока даже в голову не приходит, вот, глядя на этот список. Если не будут поставлять европейские автомобили, то будут поставлять, не знаю, там, корейские, японские, китайские. Ну, не японские, ладно, они тоже ввели санкции. Ну, китайцы захватят рынок, значит. Они и так уже его захватили, учитывая цены. Ну, значит, дилеры китайских автомобилей выиграют. Поэтому я говорю, кто-то выиграет, кто-то проиграет. Жалко, что не российские автомобилисты выиграют. А может, кстати, и выиграют тоже. Тут вопрос, Анна. К сожалению, вы знаете, я вынужден сказать, что так же, как с пандемией, да, там, с 2014 годом, с кризисами, итоговые результаты в моменте оценить очень сложно. Это вопрос истории. И история не такой не академической, а нашей с вами. Вот мы с вами лет через 20, оценивая нынешние события, сможем тогда хоть как-то сказать там сами себе, правильно это было, хорошо это было, неправильно было, нехорошо, к чему привело. Сейчас в моменте не скажем, не скажем, вот, поэтому... Но для кого-то это в плюс, для кого-то это в минус. Это если мы говорим об экономике. Об экономике, конечно. Ну, давайте все-таки вот детально поразбираем то, что было из тех новостей, которые сыпались на нас экономические выходные. Про свифт я даже не знаю, имеет ли смысл говорить, расшифровывать людям, почему этого так боялись. И, собственно, сейчас, как я понимаю, все-таки не настолько жесткое было решение по этой системе. То есть отключили от нее только те банки, которые попали под санкции. То есть это, по сути, это просто вот, ну, как бы возможность платежей между странами. Как это объяснить по-русски? Да, на самом деле, вот, чтобы по-русски было понятно, на самом деле это банковский мессенджер. Сообщение. Система SWIFT не подразумевает перевода денег или средств. Система SWIFT — это система обмена сообщениями между банками. Банк А из страны России пишет в мессенджере банку Б в стране Германии, что там, я перевожу тебе такое-то количество денег. Могу перевести? Банк отвечает, можешь, переводи. Ну, там чуть сложнее система, то есть она еще разветвленная. Но, по сути дела, это мессенджер. Деньги никакие не переводятся. Поэтому, условно говоря, даже отключение системы SWIFT при сохранении других каналов связи подразумевает возможность перевода средств. В конце концов, когда-то телетайпом переводили, телеграммами и всем остальным. Вы какими-то словами говорите, которые люди моложе 30 лет могут даже не знать. Хорошо, но факт, факт. Я поэтому и сказал, что это мессенджер. Это мессенджер. То есть система SWIFT позволяет обмениваться сообщениями. Более того, система SWIFT на самом деле не единственная. Точно так же, ну давайте сравним, там, мастер-карт виза, да, нас тоже могут отключить. Теоретически мы сейчас видим часть ограничений, которые действуют, могут. Но у нас есть, там, система МИР. Которая действует только внутри России. Ну, отчасти внутри России, там, есть... Ну, наше, это экономическое пространство, наверное. Не суть, понимаете. Вот если говорить все-таки с точки зрения интересов, там, экономической безопасности страны, то существующие на данный момент системы позволяют организовать, там, систему финансовых транзакций и переводов внутри страны достаточно спокойно. То есть здесь все стабильно, этого бояться не надо. Да. Что касается экспортно-импортных операций, операций за пределами страны, здесь, конечно, есть вопросы. Но давайте посмотрим на сущность тех санкций, которые к нам применяют. Ну, не знаю, Европа, мне кажется, в этом смысле, там, сама себе в ногу стреляет, да, потому что, вот, очень показательны Штаты в этом смысле. Они принимают санкции, ну, вы посмотрите, как они принимают их, да. Мы Сбер под санкциями, да, но не полностью. Вот там, где, как бы, можем себе позволить прижать, прижмем, а там, где нам невыгодно, там невыгодно. Европа закрыла небо? Закрыла. Аэрбасы не будут продавать? Не будут. Про Боинги тоже сообщение уже есть. Ну, я пока не видел, как бы, но... Ну, в телеграм-каналах пока, и без официального подтверждения. Ну, я пока не видел. Мне кажется, Боинг в этом смысле как раз вот сидит, пока руки потирает. А над территорией России, если вы посмотрите, американские самолеты как летали, так и летают. Совершенно спокойно. Хотя наш почему-то там аэрофлот развернули. Поэтому в этом смысле американцы очень прагматичны. И что касается санкций в отношении банковского сектора, я думаю, что на самом деле будут найдены. Будут найдены те способы. Мы понимаем, что санкции в значительной степени носят такой политический характер. Надо показать, что с нами там не согласны. Или пытаются нас воспитать. Приведет ли это к серьезным экономическим последствиям? Да, приведет. Потому что в нынешней там глобальной экономике, конечно, это все скажется. Потому что я серьезно переживаю, например, за ограничения по электронике. Причем, ну, абсурдная ведь ситуация. С одной стороны, тайваньская компания, где производятся российские по заказу процессоры, отказывается нам их отгружать. Да, ну, вот как бы такая сложная очень для понимания история. Но это действительно вопрос, который вызывает беспокойство. Хотя, конечно, заявление Китая по поводу их позиций в отношении Тайваня, глядя на то, что происходит сейчас у нас. Не может не тревожить. Ну, как бы там тоже не решили навести порядок, что называется. Поэтому, конечно, последствия будут. Вот. Часть отраслей, часть секторов откажется выигрышу. Ну, давайте возьмем внутренний туризм тот же. Как это было и после, там, 2014 года. И пандемия. И пандемия. И, конечно, мы все равно поедем куда-то отдохнуть, там, развеяться и с учетом закрытых... Если будут деньги, Андрей Леонидович, на это. Потому что... Ну, на самом деле, Анна, видите, тут замкнутость экономики приводит к тому, что, собственно говоря, деньгам и уходить-то некуда из страны. Им, конечно, и приходить сюда будет сложнее. Но я думаю, что, на самом деле, та же Европа, там, от наших энергопоставок, смотрите, ведь не отказывается абсолютно. Они даже по SWIFT-у сказали. Я не знаю, как они это сделают, потому что кто знает SWIFT, знает, что там эти поля свободны для заполнения, они не стандартизированы. Они сказали, что вот мы SWIFT отключим, но не в той части, которая касается поставок энергоносителей. Поэтому я пока оснований, ну, конечно, будет там определенный, ну, не то что рост цен, а мы 8 лет с вами и так живем, там, в ситуации падения покупательской способности. На самом деле, конечно, вот телеграм-каналы прогнозируют, там, я не знаю, со ссылкой на экспертов, каких-то инфляцию в 30-40%. Я не знаю, насколько это паническая, да, цифра, а насколько она реальности соответствует, но не исключено. Они, понятно, что считают все вместе, да, включая импортные товары, которые подорожают, если еще будут сюда возиться. Ну, на самом деле, Анна, я могу сказать, что мне непонятно, что считают телеграм-каналы. Не-не-не, они дают сообщения со ссылками на экспертов. Не, я понимаю, ну, просто мне кажется, в телеграм-каналах можно найти абсолютно диаметрально противоположные там позиции. И кто-то скажет, что и 300% будет, а кто-то скажет, что и там в дефляцию скатимся. Тут как бы рост цен будет, рост цен будет, это будет объективная ситуация, связанная с ограничением поставок и недостатком внутреннего производства. Рост цен будет в связи с паническими настроениями, там, чего стоит та же скупка бытовой техники, да, в прошедшие дни в магазинах. Да, и, конечно, на этом хайпе, опять же, там, пытаются, ну, там, пример-то, там, ДНС, да, по-моему, там, очень показательно. Ну, как бы, ну, можно ли так себя вести? Ну, давайте слушателям расскажем, как. Ну, там, в один день переписали ценники на 30%, еще до того, еще до 90 долларов за рубль, когда. 90 рублей за доллар. 90 рублей за доллар, да. Хорошая оговорка. Просто взяли, переписали ценники, да, то есть, ну... Мне кажется, что это, вот, понимаете, для бизнеса достаточно такая тупиковая история, когда ты в моменте что-то ловишь, вот что-то ловишь, да. А потом теряешь. А потом теряешь, потому что, ну... Лояльность теряешь. Ну, с одной стороны, лояльность, с другой стороны, ты настолько раскачиваешь рынок, что ты потом сам, как бы, сам, по тебе же это и хлопнет обратно. Вот, поэтому очень многое будет зависеть от того, насколько долго продлится тот период неопределенности, турбулентности, в котором мы находимся. Потому что, с одной стороны, бизнес уже к чему только не привык, да, и мы думали, что хуже пандемии ничего не будет. Вот, как бы, продолжаем удивляться. С другой стороны, ну, реально, там, эластичность бизнеса, подушки безопасности, там, пресловутые, и отсутствие пока какого-либо понимания в отношении, там, мер поддержки, кроме, вот, закручивания гаек по финансовым рынкам, пока понимания этого нет. Да, я хотела еще вас спросить по поводу санкций в отношении Центробанка. Я так понимаю, что заимствование, да, Центробанка на западных рынках, почему это важно для обычного потребителя? То есть, это та же самая история, которая удорожает кредиты? Ну, смотрите, Центробанк, на самом деле, не заимствует деньги, ведь, да, Центробанк их имитирует и складирует, так скажем. Да, то есть, он их изымает, как раз, из экономики, да, вот, те самые золотовалютные резервы. И вот здесь вопрос в том, в чем он их держит. Вот, например, у вас есть накопление, 100 тысяч рублей. Вы можете их положить под матрас, и они будут постепенно обесцениваться ввиду инфляции. Вы можете их положить на депозит в российском банке или в иностранном. В российском банке вы там, ну, докризисную берем историю, да, 6-7%, в иностранном там 1-2-3, а то и минус, да. Вы можете купить на них золото. Ну, то есть, у вас есть разные возможности вложения. Вот, Центробанк ведет себя ровно так же. Он распределяет средства в различные инструменты. Что-то лежит на депозитах, на что-то куплено золото, что-то вложено в центные бумаги. Значит, исторически у России, ну, и во всем мире очень велика в доле сбережения государствами, доля государственных ценных бумаг США. Слава богу, здесь мы ее снизили. Насколько я помню, там, по состоянию на прошлый год, до 3 миллиардов долларов, там, по-моему, всего. На общем фоне, там, 700 миллиардов, там, да. Это совсем незначительная часть. Ну, совсем, да. При том, что у нас в определенное время она там треть превышала. Вот, мы переложились, насколько я помню, в юане, в золото, там, и еще в какие-то. Но в прошлом году Центробанк перестал раскрывать структуру своих валютных резервов. В чем, что находится. Мы не можем сейчас посмотреть. Мы не можем сейчас и посмотреть, и мы не можем понять, собственно говоря, на что распространились санкции Евросоюза. Потому что они касаются того, что размещено, ну, собственно говоря, в еврозоне. Если у Центробанка были, там, депозиты, счета открытые, там, да, или ценные бумаги европейских государств, то вот это, собственно говоря, замороженные активы, которые Центробанк не сможет получить. То есть он не сможет вывести оттуда деньги. Так, подождите, а это вы говорите про наши активы, то есть, ну, наши российские, да, Центробанка. А я видела где-то в выходные, если там список санкций просматривать, что закрывает Центробанку доступ к рынку заимствований именно. То есть мы не можем брать там кредиты, как я понимаю. Я еще раз говорю, Центробанк не берет кредиты. Не берет, не берет. Центробанк печатает деньги. Ему не надо брать кредиты. Он сколько надо, напечатает. А что тогда такое рынок заимствований? Нет, рынок заимствований, это, в первую очередь, рынок корпоративных заимствований. У России, на самом деле, как у государства, очень небольшой внешний долг. Нам нет необходимости занимать, у нас денег в России у государства достаточно. У нас профицитный бюджет, который год. У нас заимствуют корпорации крупные, потому что им выгоднее заимствовать за границей, где, мы сказали, уже низкие ставки, нежели чем в России. Вот этот долг, ну, он закрылся уже практически еще там с 2014 года. Рынок заимствований. Как все сложно. Извините. Ну, что поделать, это экономика. Вопросы потребительские. У Центробанка другая, еще раз говорю, проблема. Вот смотрите, если на бытовом примере про 100 тысяч рублей. Вот вы вложили там, условно говоря, 50 тысяч в евро, в купюры, и 50 тысяч в юаня. У вас диверсифицированный портфель, вы сидите. Тут еврозона вам говорит. Значит, мы накладываем санкции и замораживаем ваши активы. Что для вас это значит? Это значит, что вы не можете продать евро. То есть мы не можем поменять их на юаня, на рубли, не можем. Никто не меняет, да. Они лежат там. Они наши, их у нас не забрали. Да, но они заморожены. Но мы не можем ими пользоваться. Да, вы не можете ими пользоваться. Вот по некоторым оценкам, и на самом деле это будет очень прискорбно, то объем этих замороженных активов в еврозоне может составлять до половины валютных активов ЦБ, а это порядка 300 миллиардов долларов. Если их вовремя не вывели. Я все-таки думаю, что готовились там и понимали, как ситуация будет развиваться. И, собственно говоря, в закрытой части вот этого портфеля они, скорее всего, в каком-то объеме выведены. Потому что в противном случае это, конечно, не очень хорошая новость, потому что золотовалютные резервы государства – это основа устойчивости экономики. То есть, словно говоря, доллар начал расти, и Центробанк начал интервенции, доллар успокоился. Потом перестали сейчас вот эти скачки. Но я, честно говоря, сейчас и не вижу смысла интервенции вводить, потому что, на мой взгляд, это сугубо спекулятивная история. То есть сжигать сейчас имеющуюся валюту смысла нет, да? Ну, ни сжигать, ни скупать я как бы смысла не вижу, потому что это не те годы, а вспомните, когда валюты на руках было много, и очереди к обменникам выстраивались. Сейчас этого нет. Вот если вы посмотрите разницу с другими кризисами, сейчас нет очередей в обменниках, сейчас нет. То есть все, что происходит на валютном рынке, на мой взгляд, сугубо спекулятивная история рыночная. Форекса, банковского кредита, межбанка. То есть это не потребительская история? Не потребительская история, да. Потому что, на мой взгляд, сейчас вот в эту панику точно вдаваться не стоит. Да, мы уже поговорили, заговорили об этом про Боинг и про Аэрбас, про авиаперевозки. Это тоже, мне кажется, что очень серьезная история, на самом деле. То есть в выходные было заявлено о том, что производители самолетов, а у нас, насколько я понимаю, большая часть нашего авиапарка российского, это как раз либо европейские самолеты, либо Боинги, да. Победа летает на Боингах, С-7 Сибирь, компания бывшая, летает на Аэрбасах в основном. В Аэрофлоте там тоже у них в пакете огромное количество. Мне сложно там передать вот это словами и не ошибиться в терминологии. Насколько я понимаю, те самолеты, которые у нас еще не выкуплены полностью, находятся в лизинге, мы должны будем вернуть производителям, не знаю, там или компаниям, через которых мы брали. Это странная история, а на самом деле там больше всего проблема не с тем, что нам надо будет вернуть самолеты. Мы не сможем их обслуживать, да, я про это хотела сказать. Основная проблема в том, ну вот первый прецедент, который, по-моему, в Мексике, что ли, случился, да, самолет Победы, который там некоторое время не мог вылететь, потому что у него аннулировали страховку просто-напросто. Без страховки ты лететь не можешь, без запчастей ты лететь не можешь, без обеспечения, да. Поэтому здесь... И это касается не только международных рейсов, это касается и внутрироссийских рейсов тоже. Ну, там без разницы, то есть это правила авиационной безопасности, то есть если вы там... Здесь, конечно, история интересная. Вот вы сказали, что про Боинг читали, я пока не видел. Я видел в телеграм-канале, извините, я знаю, да, уровень доверия. У меня тоже скепсис, конечно, да. Боинг без предупреждения ограничил российским авиаперевозчикам доступ к технической документации на свои самолеты. Вот что было написано. Это не знаю, но я пока не могу посвятить, не открывается здесь. Вот это, знаете, что называется, надо будет посмотреть. Потому что с одной стороны там закрыто небо, и нам, собственно говоря, и летать-то особо теперь в Европу не надо. Пока. Давайте скажем это слово. Ну, давайте скажем пока, но пока и летать нам тогда ограничили, да, по Airbus. То есть тут все пока, да, будем надеяться. Поэтому там, грубо говоря, весь поток европейских рейсов будет переориентирован. Во-вторых, насколько я там, опять же, читал, и уже не только в телеграм-каналах, я думаю, что по правительственным там линии все-таки это решение будет принято. Ну, то есть, ну, будут национализированы там они. Что будет с ними? Ну, их выкупят, то есть... А, выкупят все-таки. Ну, я, ну, какая форма будет, не знаю, но мне кажется, что никто не допустит того, чтобы там взять, знаете, добровольно там отдать самолеты. Потому что, ну, ведь есть, опять же, там, сколько угодно можно говорить о политике, санкциях и всем остальном, есть договорные отношения. А если мы взяли самолеты в лизинг, мы за них платим, как бы, ну, собственно говоря, там... Причем это не всегда государственные компании, если мы там про СССР, например, говорим. Да, не государственные. Появились уже комментарии о том, что это опять... Я вообще, на самом деле, вот, и наша программа в этом смысле, она совершенно правильно посвящена, я вообще за всем этим, на самом деле, вижу большую экономику. Вот раньше говорили «большая политика» или «рилполитик», там, да, там... Я вижу большую экономику. Все, что происходит последние, там, несколько лет с благородной, например, там, экологической повесткой, да, под которую, под сурдинку которой, что называется, точно так же, там, свои экономические интересы и неравная конкуренция продвигается. С углеродными налогами, со всем, что угодно. Идет огромный передел рынков, потому что рынок традиционный, там, ну, как это, западный, да, там, цивилизованный, не может смириться с тем, что происходит перераспределение влияния, там, да, финансовых потоков и всего остального. Появляются новые центры. Я сейчас не про Россию. Мы уж точно на этом фоне малозаметны, но мы влиятельны. Про Китай? Про Азию? Я про Азию и про Китай. Послушайте, что говорят про Африку, которая в ближайшие, там, 30-40 лет должна стать новым Китаем, да. Послушайте, посмотрите, что пишут про Латинскую Америку, которая тоже, как бы, начинает очень серьезно расти после всех своих, там, перетурбаций, да. И поэтому, мне кажется, там, грубо говоря, у людей есть понимание того, что у них утекают из рук ниточки управления процессами. И хочется очень это вернуть. А они находят, надо сказать, очень талантливые вот эти способы. Про экологическую повестку, про права человека, про социальные обязательства, про толерантность, либерализм и все остальное. То есть вы думаете, что это отчасти прикрытие? Ну, вот, это мое личное мнение. Я считаю, что за всем этим стоит большая экономика, потому что я вижу, какие деньги в это вкладываются. Андрей Юсенко в нашей студии, президент Вятской торгово-промышленной палаты. Мы сейчас убегаем на рекламу, вернемся через полторы минуты. Президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Юсенко в нашей студии. Мы продолжаем экономические последствия военной спецоперации на Украине, санкции, их влияние на российскую экономику прежде всего мы обсуждаем. На авиационных перелетах остановились. Не могу не перекинуть мостик к туризму, что называется. Вы уже сказали, что небо европейское под запретом сейчас. Я не знаю, были ли у нас люди, много ли их было тех, кто собирался ехать, например, на мартовские праздники в Европу, потому что Европа только-только начала открываться после ковида. Многие страны открывали границы, в том числе для российских туристов, без евровакцин, без карантина. Наверняка какая-то часть путевок была продана. Сейчас, я так понимаю, туроператоры вынуждены будут это все опять возвращать. По новому курсу, как я понимаю. В общем, совершенно непонятно, что будет в туроотрасле. Я думаю, что курс здесь ни при чем. Договор заключен в рублях и возвращается. Опять же, Анна, ведь ситуация полная неопределенность. Какую позицию здесь займет государство? Компенсирует каким-то образом, как это было в пандемийный период? Примет какие-то решения о заморозке или просто вернет деньги. Мне кажется, было бы честным просто принять решение о полном возврате средств. Это туркомпаниями, да? Компаниями, да. Если же это несет для них последствия, здесь какая-то компенсация со стороны государства. А как не несет? Конечно, несет. Даже про пандемию мы говорили, что ведь они же какую-то часть денег, заплаченных туристами, уже переправляют туда, в объекты размещения, еще как-то. Да, конечно. Ну, здесь возникает вопрос вот этих договорных отношений, как они складываются. Поэтому, конечно, с этой ситуацией надо разбираться, надо смотреть. Я что хочу сказать. Вы видите, в данной ситуации мы, например, как торгово-промышленная палата, уже получаем обращение относительно форс-мажора. Да, и многие, опять же, автоматом начинают считать, что все происходящее это форс-мажор, там освобождают от всех обязательств. И то есть туристические компании имеют право в таком случае не возвращать деньги? Здесь всегда надо смотреть. Во-первых, на данный момент я не могу сказать, что происходящее является форс-мажором. Если мы читаем гражданский кодекс, там достаточно четкие определения, рекомендую всем обратиться. То есть это не цунами? Ну, там указаны и другие термины, которых на данный момент произнесено не было. Что называется. Дальше надо смотреть, что включено у вас в договоры, на самом деле, и на каких условиях. Дальше надо понимать, что даже форс-мажор, признанный цунами, там и все остальное, он не освобождает от обязательств. Он освобождает только от ответственности за их неисполнение. То есть, условно говоря, пени вы не платите, но сами деньги вы заплатить должны. Вот условно. Поэтому здесь такая же история. Здесь надо смотреть. Конечно, ну, давайте прямо скажем, то, что происходит для бизнеса, ничего хорошего в большинстве своем не несет. Это нестабильность, это не безопасность, это ограничения, это, ну, все что угодно. Здесь мало точек роста. Они для каких-то отраслей будут там по импортозамещению, но их мало. Ну, вот я вижу, например, тоже, ссылаясь на телеграм-каналы, что Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правило предоставления субсидий на проведение научно-исследовательских работ для инновационной продукции. То есть, вот, вот. Что-то где-то уже пошло. Я боюсь, что здесь, ну, конечно, там что-то будет, но я боюсь, конечно, что с точки зрения там научной деятельности, современной глобальной миры, та закрытость, в которую мы сейчас там на какой-то период времени попадем, компенсировать внутренними ресурсами нам будет очень сложно. Потому что мы понимаем, что практически все крупные исследования сейчас интернационально, они ведутся на уровне там нескольких групп. Государств обычно, да. Групп научных. Каждая несет свой вклад, и я думаю, что нас, конечно, в этом смысле достаточно серьезно изолируют, и это будет даже не только государственные решения. Не только. К сожалению, здесь и, ну, так скажем, мнение определенной части там западного общества будет этому способствовать. Будет учитываться, да? Да. Так, возвращаясь все-таки, да, то есть надо посмотреть, ничего хорошего не будет, но как это будет работать, надо посмотреть. Ну, понятно, что будет развиваться внутренний туризм, если мы не сможем никуда уехать. Понятно, что, скорее всего, будут развиваться те направления, которые для нас пока открыты, да, если будут доступны они нам именно с материальной точки зрения, имея в виду Турция и Египет. Наверняка, учитывая, что в Европу не могут поехать россияне, и Турция, и Египет поднимут цены на размещение в своих объектах. Ну, мне так кажется, я не знаю, грех не воспользоваться. Мы видим, что бизнес пользуется ведь такими случаями, да? Ну, возможно, хотя, вы знаете, у меня вот тут тоже вопрос. Я как бы там пока не хочу его поднимать на ситуации такой горячей, как бы актуальной повестки, да, но я через некоторое время своим там коллегам и знакомым в Европе его тоже задам, да, и по линии там торговых палат в разных странах, и по линии всего. Вот это все как бы понятно, там, политические решения нам озвучены, да, там, единство Европы в принятии этих решений. Но я по прошлой истории помню, и мы с вами эти 8 лет это наблюдали, а бизнес-то как бы не очень доволен происходящим. Мне кажется, бизнес никогда не бывает доволен подобными потрясениями и ограничениями, конечно. То есть, когда там, условно говоря, председатель Еврокомиссии заявляет о том, что мы ввели санкции, поэтому шоппинг в Милане как бы закрыт, то я не уверен, что собственники магазинов в Милане очень рады таким решением своих политиков и разделяют их. Кто-то разделяет, кто-то нет. Вот здесь тоже как бы вопрос. Мы зачастую, помните, тут в рамках наших программ обсуждали действия наших органов власти в пандемию, принятие ограничений, снятие ограничений, все такое. Там посмотрите, что творят. Там взяли и закрыли все небо. Весь турпоток, который, я думаю, был из России там потенциально достаточно высок с точки зрения покупательской способности. Не, ну, учитывая, что это только все открывалось, я думаю, что было достаточно желающих туда поехать, конечно. Да, да, да. Представляете, вот как бы берут, все закрывают. Тем более мартовские праздники. Нисколько не спрашивая там свое население, надо это, не надо это. Поэтому здесь вот, глядя на все, что происходит, меня, честно говоря, ну, лицемерие и двуличность истории, уж я не говорю то, что мы с вами за эфиром говорили, да, про поведение этих же там, или в эфире уже, про поведение этих же стран в период, когда они сами куда-то там вторгались, да, и никто их там не ругал, их санкции не накладывал. Андрей Леонидович, все понятно там, да, но никто не хочет, конечно, войны. И люди просто, я так понимаю, там они объединяются прежде всего поэтому. Они не хотят войны, они не понимают, к чему это может привести. Мы все вчера видели там, да, вот эти вот угрозы, обмен вот этими угрозами. Вот я некоторое время назад читал очень неплохую аналитическую статью, к сожалению, не скажу автора, но в ней говорилось о том, что происходит сейчас в Европе. И автор написал очень вещь, которая была мне понятна, и я ее разделяю. Он сказал, к сожалению, в Европе умерли политики, которые помнят великое отечественное. Вот у нас, понимаете, в России она у нас на генетическом уровне, вот эта память, потому что в нас ее создавали, воспитывали, мы помним, что это такое. А вот то, что происходит сейчас в Европе, и некоторое время назад происходило, объяснял он именно этим, потому что он говорит, пока была когорта тех политиков, кто помнит, что такое война, они вели себя иначе. А вот теперь они себя ведут вот так. Они же 8 лет обещали Украине помогать всем, чем могут. Всем, чем могут. Где все эти обещания теперь? Где? Вот в этих санкциях против России? То есть ограничить нам шоппинг в Милане в виде поддержки того, что происходит на Украине с Украиной? Ну, собственно говоря, вот для меня в этом вся Европа. Понятно. Ладно, вернемся к нам, потому что у нас остается 3 минуты до конца эфира. Я хотела спросить у вас, что будет с недвижимостью, с рынком недвижимости, потому что я видела уже, что ВТБ вчера ставки по ипотеке поднял до 15 с чем-то процентов. То есть не очень понятно вообще, что будет со строительным рынком. Слушайте, ну давайте понимать, что если ставку рефинансирования до 20 подняли... Да, 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 да. То ипотека вырастет еще больше. Еще больше, потому что я знаю, что ставки по кредитам сейчас обсуждаются на уровне 33 процентов. Вот, вот. Что будет со строительным рынком? Давайте коротко. Ничего хорошего. Ничего хорошего. То есть он вообще будет стоять? Ну, в среднесрочной перспективе ничего хорошего. Я надеюсь, что он все-таки выдержит, потому что за последние два года он был достаточно хорошо проинвестирован за счет и роста цены, и роста спроса. И программ специальных государственных. Ну, за счет программ. Собственно говоря, он был накачан деньгами. Мы видим, что крупные девелоперы, федеральные, уже куда только не вкладываются в разные другие диверсифицированные бизнесы. Поэтому пережить переживет, я думаю, но на короткий для этого рынка период времени в виде года-двух ситуация будет тяжелая. Потому что потребительский спрос хлопнется просто в раз-два. Инвестиционного спроса, ну, то есть переносить деньги из депозитов в недвижимость сейчас, я думаю, будут очень малоактивно. Если только те, кто захочет по сниженной цене купить, потому что говорят, что подешевела недвижимость очень сильно. Пока, по крайней мере, тоже на панике. Ну, пока не видел. Не вижу оснований. Ну, понятно. Будем посмотреть. Пока в моменте делать какие-то серьезные выводы очень сложно. Пока все ждут, смотрят. Я думаю, сейчас основная для нас с вами задача все-таки там не паниковать, заниматься своим делом, стараться делать его, что называется, там хорошо и правильно, потому что время покажет, кто здесь, как себя повел. Как там была поговорка-то средневековая, по-моему, да, что, господи, дай мне сил повлиять на то, на что я могу повлиять, дай мне терпение, терпение, не переживать за то, что я не могу изменить и мудрости отличить одного другого. Да, будет ли Вятская торгово-промышленная палата что-то делать с точки зрения образования и всего остального для предпринимателей? Можно сказать, мы видим сейчас большой запрос о ситуации на финансовых потоках, так скажем, да, в банковской сфере, все эти, рост ставок, ограничения, все. Мы договорились с рядом банков и наших региональных и представительств, ну, филиалов федеральных о том, что завтра в 14 мы проведем онлайн-конференцию с предпринимательским сообществом. Можно будет подключиться к трансляции на YouTube, это будет у нас на сайте, любой может ее посмотреть, будет в наших соцсетях, завтра в 14 банки будут, собственно говоря, давать пояснения по текущей ситуации на тот момент и по возможным действиям предпринимателей, у которых те или иные вопросы возникли. И поэтому это самые оперативные там из ближайших мероприятий, потому что мы видим очень большой запрос, в частности, трансграничных операций. Спасибо большое, мы вынуждены заканчивать. Андрей Юсенко, президент Вятской торгово-промышленной палаты, был в нашей студии. Возрастное ограничение наверняка 18+, и конференции сайта. Спасибо и до свидания. Особое мнение на 101FM